На нашей планете есть тысячи разных видов змей. Сегодня мы познакомимся с самыми красивыми из них. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Шершавая древесная гадюка. Эти ядовитые рептилии обитают на территории Центральной и Западной Африки. В качестве среды обитания они выбирают влажные тропические леса Гвинеи, Уганды, Кении, Конго и Замбии. Средняя длина взрослых особей около 45-50 см. Отдельные экземпляры очень редко вырастают до 80 см. Основной фон окраса зависит от региона и может сильно отличаться. Чаще всего спина окрашена в зеленый цвет от светлого до темного оттенка. Бывают голубовато-зеленые, оливково-зеленые, голубые и значительно реже желтые, серые и красноватые морфы. Бывают монохромные и полихромные популяции. Шершавые древесные гадюки охотятся на различных ящериц, лягушек и грызунов, умерщвляя их своим ядом. На мелких млекопитающих яд действует очень быстро. У мышей мгновенный летальный исход наступает при попадании в организм 11 мг токсических веществ. Яд в первую очередь разрушает клетки крови и вызывает внутренние кровотечения. Параллельно он действует на нервную систему, провоцируя сильные судороги. Шершавая гадюка проявляет активность в ночное время, а днем отдыхает в кронах деревьев, согреваясь в солнечных лучах. Наиболее активной она становится при высокой влажности в сезон дождей. Рептилия предпочитает находиться в засаде, свесившись с ветки дерева на высоте 1-2 метров над землей, и нападать на прибегающих внизу грызунов и других мелких жертв. В этой же позе она поглощает воду, которая конденсируется на висячем теле и стекает к ее голове. Обыкновенная украшенная змея. Взрослые особи достигают длины тела 100-150 см в зависимости от подвида. На хвост приходится около четверти от всей длины. Основной фон окраса зеленый. Черные каемки чешуек образуют характерный ячуистый узор. Ареал обитания находится в Южной и Юго-Восточной Азии. Обыкновенные украшенные змеи обитают на большей части Индии, в Бангладеш, Непале, Мьянме, Таиланде, Камбодже, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Филиппинах и на юго-востоке Китая. Обыкновенная украшенная змея ведет дневной образ жизни. Ночью она прячется среди густых ветвей или в дуплах деревьев. Утром она выбирается на хорошо освещенное солнцем место и принимает солнечные ванны в течение нескольких часов. Хорошо прогревшись, лептилия взбирается на верхушки деревьев и медленно скользит по ветвям. Она очень осторожна и старается не привлекать к себе чужого внимания. Змею удается заползать даже на самые маленькие ветки и ползти вверх по вертикальным стволам, цепляясь чешуей за малейшие шероховатости древесной коры. Украшенная змея неспешно подкрадывается к своей жертве и хватает ее мощными челюстями. Зубы направлены назад, поэтому не дают возможности пойманной добычи вырваться наружу из пасти. Жертва парализуется и умершвляется ядом. Он действует только на мелких животных и не представляет опасности для человека. Лучистая змея Лучистая змея обитает на рисовых полях в Юго-Восточной Азии от Бирмы и Южного Китая до Малайского архипелага и Филиппин. Внешность у нее необычная. Своё название змея получила благодаря великолепному радужному отливу чешуи. Длина взрослых лучистых змей варьируется от 60 до 90 сантиметров, но по некоторым данным они могут дорастать и до 125 сантиметров. Десятую часть общей длины составляет хвост. В природе змеи ведут роющий образ жизни. Находясь большую часть времени под поверхностью почвы. В связи с этим присмыкающиеся имеют заостренную форму головы, что позволяет им быстро и легко передвигаться под землей. Увидеть змею при дневном свете в природе трудно. Она ведет полуподземный роющий образ жизни, проделывая ходы в мягком грунте, скрываясь днем под камнями и в норах, и появляется на поверхности только по ночам. Весьма обычно в садах и на рисовых полях, где охотятся на мелких змей, лягушек и грузунов. Во время охоты лучистые змеи держат голову у поверхности земли и постоянно высовывают язык, с помощью которого улавливают запахи других животных. Своё раздражение она выказывает быстро в вибрации хвоста, что очень характерно для многих ужеобразных змей, а также выделением пахучего вещества с чесночным запахом. Двухполосая железистая змея Двухполосая железистая змея распространена в Таиланде, Лаосе, Кампучи, на полуострове Малако и Зонских островах. Змея вырастает до 180 см. Среднестатистический же её размер обычно составляет около 140-150 см. Такая длина считается средним показателем. Голова её, брюхо и хвост блестяще красные. Название двухполосой она получила благодаря паре полос ярко-синего цвета, расположенных по бокам вдоль всего её тела. Звание «желёзистой» дано змею также неспроста. В желёзах этого животного содержится крайне опасный яд. Размер самой железы значительно превышает среднестатистические показатели других змей. Они не заканчиваются на уровне головы, а продолжаются вдоль тела, занимая около трети его общей длины. Действие яда имеет направленное действие и атакует в первую очередь центральную нервную систему. Из-за особенности строения ядовитой змеиной железы другие внутренние органы также были вынуждены сместиться. Сердце, например, сместилось немного вниз относительно традиционного его расположения у других змей. Также у желёзистой двухполосой змеи отсутствует одно лёгкое. Эта особенность характерна для всех змей семейства Аспидовы. Храмовая куфия Храмовая куфия обычно на Малакском полуострове и на островах Малайского архипелага, на восток до Сулавеси и на север до Филиппинских островов. Эта красивая змея длиной не превышает одного метра. Черновато-зелёный фон верха перехвачен ярко-жёлтыми поперечными кольцами. Она обычно селится поблизости водоёмов, болот, мангровых и низинных дождевых лесах. Нередко встречается на фермерских плантациях, изредка наблюдается на плоскогорьях. Днём храмовые куфии неподвижно отдыхают на ветвях деревьев, а с приходом сумерек отправляются на поиски пищи. Охота продолжается всю ночь до самого рассвета. В отличие от многих родственных видов, они кусаются только в крайнем случае, когда чувствуют серьёзную угрозу своей жизни. У каждой змеи есть собственное любимое место для отдыха, куда она возвращается после ночного промысла. Рептилия к нему явно привязывается и покидают лишь в экстремальных ситуациях. Охотится храмовая куфия всегда из-за сады, терпеливо поджидая пробегающую мимо жертву. Определить точное местонахождение жертвы ей помогает наличие двух термочувствительных ямок, находящихся между глазами и ноздрями и реагирующих на инфракрасное излучение теплокромных существ. Благодаря им хищница способна успешно охотиться в кромешной темноте, определяя отклонение температуры в 0,003 градусов по Цельсию. Цепкохвосты батропс шлегеля Территория обитания цепкохвостого батропса шлегеля тянется от Южной Мексики, начиная с северного штата Чапос. Продолжается на юго-востоке до Центральной Америки и запада до Венесуэлы. Этот вид змей обитает в Коста-Рике, Колумбии, Панаме, Перу, Эквадоре. Цепкохвостый батропс шлегеля – небольшая змея. Длина тела достигает от 61 до 75 сантиметров. Окраска кожи отличается многообразием. Существуют особи желто-зеленого цвета и темно-зеленые, причем между этими тонами имеются множество переходных оттенков. Цепкохвостого батропса отличает удивительно цепкий хвост. Это важное приспособление для обитания на деревьях. Змея охотится ночью. Свою добычу она обнаруживает по тепловому излучению, ведь температура тела жертвы отличается от температуры окружающей среды. С помощью цепкого хвоста батропс висает вниз со ствола дерева, поджидая добычу. Точечная ошейниковая змея Этих изящных представительниц семейства ужеобразных легко узнать по ярко-желто-оранжевой полоске на шее, отделяющей, словно галстук, довольно массивную голову рептилии от блестящего оливкового туловища. Еще одна примечательная особенность точечной ошейниковой змеи – уникальный способ защиты от хищников. Почувствовав опасность, она высоко поднимает хвост и закручивает его в виде штопора, демонстрируя окружающим ярко-красную нижнюю поверхность туловища. Таким необычным способом змея как бы предупреждает противников о том, что конфликтовать с ней весьма опасно. На самом же деле это скорее блеф, чем реальная угроза. Точечные ошейниковые змеи не отличаются агрессивным характером. Их загнутые внутрь клыки слишком малы, а яд недостаточно силен. Эти рептилии не представляют опасности ни для людей, держащих их в руках, ни для хищников. Однако всего перечисленного точечным ошейниковым змеем вполне хватает, чтобы прокормиться. Точечные ошейниковые змеи лишены полноценных ядовитых желез. Их роль выполняют так называемые железы дюверне, расположенные около глаз. Прежде чем запустить в жертву ядовитые клыки, рептилия обвивает ее кольцами, вызывая удушение. Зеленая мамба Зеленая мамба – это не очень крупная, красивая и очень ядовитая рептилия. Такой внешний вид позволяет зеленой мамбе прекрасно маскироваться под среду обитания. Поэтому отличить от ветки или лианы эту змею весьма трудно. Несмотря на наличие страшного яда, это достаточно пугливые и неагрессивные рептилия, в отличие от многих других своих собратьев. Если ей ничего не угрожает, зеленая мамба предпочтет уползти до того, как вы ее заметите. В длину этой рептилии достигает 2 метров и более. Максимальная длина змеи, зафиксированная учеными-исследователями, 2 метра 10 сантиметров. Змея зеленая мамба довольно широко распространена в лесных районах Западной Африки. Наиболее часто встречается в Мозамбике, Восточной Замбии и Танзании. Предпочитает жить в бамбуковых зарослях и манговых лесах. Очень любит влажные места, поэтому надо быть осторожными в районах, расположенных в прибрежных зонах. Обитает зеленая мамба на равнинных территориях, но встречается и в горных районах на высотах до 1000 метров. Она словно создана для обитания на деревьях, и ее удивительный окрас позволяет оставаться незамеченной для потенциальных жертв. И при этом скрываться от врагов. На этом все, друзья. С вами был профессор Гугл. Смотрите другие мои видео. Завтра выходит новое. Не пропустите, оно такое же интересное. Спасибо вам за просмотр. Будьте здоровы.